Привет всем! Сегодня на моем канале рубрика «Что новенького?». Я с удовольствием делюсь с вами пополнением своей коллекции. В данном случае я буду рассказывать об агавах. Если помните, на прошлом видео, где я показывала новинки своей коллекции агав, в конце я упомянула, что было бы неплохо заполучить в коллекцию агаву Вильмарена или агаву Осьминог. Вот она сейчас на ваших экранах. Ну и что вы думаете? Агавовое божество жалилось надо мной. И в моей коллекции очутилась вот эта агава. Нет, это не Вильмарена. Это агава брактиоза. Ну, можно сказать, что она миниатюрная версия Вильмарены. Она очень похожа на нее, но максимум достигает высоты 60 сантиметров. В чем особенность этой так называемой канделябровой агавы? Она же агава-паук, а агава-кальмар. Да, вот действительно, ее листья похожи на щупальцы. Они в молодом возрасте вертикальны, а со временем кончиком изгибаются, скручиваются. По сравнению с другими видами агав, у брактиозы гибкие эластичные листочки. Они тонкие, нет шипов по краю листа. Только колючка на кончике листьев. И причем еще одна особенность этой агавы. Ее листва имеют бледно-зеленый, желтоватый оттенок. Я прочитала, что преимущество этой агавы в ее морозостойкости. Она выдерживает до 10 градусов мороза по Цельсию. Что, конечно, в условиях России прекрасно. Нет-нет, даже на юге страны у нас бывают сильные заморозки. Я надеюсь, что в нашем климате, когда летом бывает до 40 градусов, она будет прекрасно развиваться. И еще вы видите, что у меня на столе рядом с ней вариегатная форма агавы брактиозы. Все то же самое. Изгиб листа к кончику. Текстура, будто это мелкая наждачная бумага. Правда, все вариегатное, очень нежное. И, конечно, я не рассчитываю, что она демой у меня выдержит минус 10. Все богатство, о котором я сегодня вам рассказываю, пришло ко мне от замечательного коллекционера экзотических растений Михаила Демина из Екатеринбурга. Мы с Михаилом поменялись. Я ничего этого не покупала. И я была просто шокирована тем, что Михаил прислал мне уже практически взрослые растения. Они были в прекрасном состоянии здоровья. Поэтому я рекомендую всем, кто увлекается экзотикой, заглянуть на страничку Михаила ВКонтакте. Но мы продолжаем. И следующие подарки от Михаила – это две агавы американной, но необычные. Одна из них – агава стриата. Вы видите, что у нее сизые листья, но с желтыми прожилками по всей площади листа. В общем-то, в остальном она точно копирует агаву американу. Такие же загнутые колючки по периметру листа. У нее большой конечный шип. Это маленький черенок, поэтому колючки еще не столь очевидны. И, как все сортовые формы, они чуть меньше в размерах, чем видовые растения. Что касается этой агавы, Михаил пометил ее как агава кегон. Я думала раньше, что кегон – это обычная агава медиапикта альба. Но когда я получила это растение, то сравнила со своей агавой медиапиктой альбой и поняла, что они визуально отличаются. У этого черенка оттенок более салатовый, а моя имеет голубоватый цвет. Разница также в форме листа. Я не знаю, стоит ли уже делать выводы, потому что черенок пока мал. Он может развиться во взрослое растение непредсказуемо. И это еще один повод пожалеть, что у нас пока в России агавоводство не очень развито. И даже негде подчеркнуть информацию. То есть по поиску агава кегон я не нашла ничего. Поэтому я всегда рада вашей помощи. Если у вас есть какая-то информация, которую вы могли бы со мной поделиться, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. А следующая агавия, о которой сейчас я вам расскажу, информации намного больше. Это агава Аризона Старт. Посмотрите на эти роскошные, толстые, рыхлые листья. Бледные с желтой каймой. Об этом сорте мы достоверно знаем, что ее вывел американский селекционер Тони Авин. Кстати, Аризона, поэтому эта агава и называется. Аризона Стар, звезда Аризоны. На основе агавы Вебера. Что мы знаем об агаве Вебера? Что это не очень высокая агава. Примерно метр двадцать максимально в высоту. Но она широко раскидывает свои листья, которые, в отличие от Американы, практически не имеют шипов по периметру. Но зато имеют приличный шип на конце листа. Но что касается колючек, то, конечно же, Аризона Стар уступает первенство агаве Салмиана Баттер Фингерс. Посмотрите, это еще малыш, но какая жесткая колючка у нее на конце. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, в чем разница между разными сортами агав. Это толщина листа, это фактура самой ткани растения, это форма, размер и наличие колючек. Но еще и, конечно же, форма куста. Обратите внимание, агава Салмиана Баттер Фингерс еще небольшое растение, но уже видно, что ее листья расположены вертикально. По сравнению, допустим, с Аризоной Стар или с Броксиозой. Ну и последняя агава на сегодня, о которой я хотела бы вам рассказать, это агава Десметиана Джохок. Окраска листьев и толщиной листа. Это растение похоже на фуркрею. Фуркрей сейчас тоже причислили к агавам, но все же это другое растение. Его определяют как варегатную форму агавы Десметианы. Особенность Десметианы в том, что розетка этого растения напоминает урну. Она вертикальная и к вершинам загибается. Очень интересно выглядит, особенно когда это варегатная агава. Вы видите, что моя Джохок еще малыш и форму по ней пока не определить. Но ничего, вырастим. В финале я еще раз хочу выразить огромную благодарность Михаилу Демину из Екатеринбурга, который в одночасье разнообразил мою коллекцию сразу семью видами агав. Все они пришли с отличными корнями. Я уверена, что к осени они уже точно приживутся и будут чувствовать себя у меня в Краснодаре как дома. Спасибо, что смотрите. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok